Здравствуйте, друзья! На сегодня с вами седьмой урок. Следующая часть. Мы уже поработали в первой части урока над упражнениями с языком. Сейчас переходим к конкретному звуку. Это звук «эх». Главные принципы, про которые вам нужно помнить, никогда сильно не грассируйте, потому что некоторые из-за того, что не получается у них делать красивого звука «эх» французского, пытаются сделать какие-то дополнительные усилия. Этого делать не нужно. Звук должен быть красивый, достаточно расслабленный, глубокий. Не нужно делать хриплого звука, потому что в той зоне рта происходит движение определенное, которое хрипоту тоже дает. Вот хрипоты нужно нам избегать с вами. Далее нужно понять, что есть такой промежуточный этап у людей, у которых сразу не получается красивое, агрессированное, то бывает, что вообще звук не получается никакого, они расстраиваются, что не выходит у них. Не надо расстраиваться, это промежуточный этап, как я уже сказала. Органы уже стоят на своем месте зачастую, но просто еще не случилась магия, чтобы вышел звук. Все придет, нужно просто тренироваться. Рот всегда открываем широко, максимально, но когда мы открыли рот, и вот этот процесс уже звукоподачи происходит, через случай не двигать. И давайте перейдем к конкретным моментам. Вообще, изначально у нас есть два звука, эх, переднеязычный и парижский. Кончик языка в любом случае упирается всегда в нижние зубы, и спинка его поднимается. Немножко по-разному, в зависимости от того, какой звук. Давайте сначала посмотрим переднеязычный эх, потому что с ним мы работать не будем, просто вы о нем услышите. Эх, переднеязычный, мы сейчас не очень часто встречаем. Главное нам научиться говорить эх, парижское, поскольку вот такой звук, он у нас всегда получится в зависимости от того, какие у нас слоги. В конце нам сложно произносить эх, вот эту вот парижскую, а в других местах все будет без проблем происходить. Что касается именно вот этого звука, по названию слышно переднеязычное, оно здесь у нас, то есть оно похоже на эх русскую, то есть если эр другое, оно поглубже, то вот переднеязычное, оно здесь, переднеязычное. И оно, например, в начале слов встречается, в середине слов, то есть в конце точно будет парижское, а в начале и в середине часто можно у некоторых слышать, что чуть-чуть более впереди. Причем, если это в середине слова, там может даже не быть вообще никакой вибрации, а если в начале, чуть больше. То есть вот я вам дала примеры слов «мируар». То есть обратите внимание на вторую эр и на первую. То есть первая совершенно не вибрирует, вторая у нас в парижское эх есть много вибраций. Дальше. Нет вообще вибрации. Нет никакой вибрации, даже практически мы ее и не слышим. У эр, которая в начале, больше шансов стать переднеязычной и больше шансов немножко повибрировать. Роза, ритм, рюбан, торрент, крик. Давайте еще раз произнесем. Роза, ритм, рюбан, торрент, крик. Это небольшая теория. Давайте посмотрим на то, что нам больше всего нужно. Но сначала с конца начнем, как раз таки с конечных позиций, потому что в них будет легче всего нам его отработать. Мэр, пэр, кур, пур, вар. И не волнуйтесь, если у вас так не получилось, мы сейчас будем делать все для того, чтобы оно получилось. И прежде чем мы начнем сейчас делать упражнение для звука, попробуйте прополоскать рот с водичкой. Берете водичку. И с водой, не могу с водой говорить, полоскайте рот. А потом без воды. И вы должны сконцентрироваться на том, как у вас там работает все. И вы слышите, что р похоже даже на х немножко. И вообще часто сравнивают то, как произносят во французском и украинское х, которое я вам не смогу произвести, потому что не могу говорить по-украински, но те, кто знает, можете понять. То есть нам странно, мы вообще об этом звуке в таком контексте не думаем, что, оказывается, р похоже на х. Попробуйте, выключите меня и дальше продолжайте, когда уже сделаете. И мы переходим дальше. Вот эти сочетания, позиции мы с вами будем пользоваться, их тоже нужно будет четко произносить. Смотрите на то, как у меня работают губы. И если вдруг не видно что-то, то представьте, что у меня происходит уже внутри. И вуаля, это было первое упражнение. Второе упражнение, открываем широко рот. Передняя часть плоская языка и не двигается, а уже вторая часть и задняя часть поднимаются. Посмотрите, как будет. Еще раз. Если звука пока не получается, делайте это будет, потому что уже мозг понимает, как это нужно делать, и органы подстроятся. На У будет не видно, но принцип тот же. Дальше. Дальше. Вы делаете больше раз, вы меня останавливаете и повторяете, дальше переходите. Дальше звук. Язык касается зубов позади и не двигается. Дальше. Если рот недостаточно открыт, то трудно делать этот эх. Э, рэ, 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 эр. И последнее. Хочется отметить, что вот эти вот все звуки, они в порядке нарастания сложности для нас здесь расположены. Это в учебнике прописано, прописано в учебнике Рапанович по фонетике. И я следовала четко этим инструкциям, упражнение взяла оттуда. Если у вас не получается, обратите внимание, на каком звуке у вас уже не получается, и там оставайтесь, потому что нет смысла произносить другие звуки, поскольку дальше будет еще сложнее. Упражнение три. Принцип такой. Принцип такой, называем вот эти вот сочетания, где нет эр, а в конечном варианте эр есть. Мы так готовим наш корень языка, и все через к тому, что будет дальше эх произнесено, и небольшое движение уже внутри позволит нам произнести ее корректно. Получается так. Открываем широкий рот. Та-ке-та-ке-тар-ке. Еще раз. Та-ке-та-ке-тар-ке. Второе. Бу-ка-бу-ка-бур-ка. Фу-ка-фу-ка-фор-ка. Се-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-тар-ке-т Et voilà, опять же, если у вас проблемы с этим, я вам даю просто ознакомительно, а вы останавливайте меня и выполняйте эти упражнения несколько раз. Ensuite, как раз-таки наши все оппозиции, широко открываем рот, хорошо дышим, останавливайте меня на каждом сочетании, где у вас будут проблемы, и выполняйте их до того момента, пока они не получатся, и дальше продолжайте. Пры-ра-бра Пры-ра-вра Ты-ра-ды-ра Сы-ра-зы-ра Шы-ра-жы-ра Кы-ра-гра Мра-ны-ра Лы-ра-ра Пы-ру-бру Фы-ру-вру Ты-ру-ды-ру Сы-ру-зру Шы-ру-жру Кы-ру-гру Мру-нру Лы-ру-ру Пы-ры-рэ Продолжение следует... Продолжение следует... Пры-бры, фры-вры, тры-дры, сры-зры, шры-жры, кры-гры, мры-дры, лры-ры. Если было сложно, оставайтесь на том столбике, на котором вам легко. И вообще все эти столбики нужно произнести несколько раз, и можно даже это сделать пробкой. Про-бра, фру-вру, фры-вры, прэ-вры, фры-вры, фры-вры, фры-вры. И уже будет у вас лучше. Максимальное количество рад, чтобы была красивая эх. И дальше упражнение широко открывайте рот. ПАР-БАР, ПУР-БУР, ПЕР-БЕР, ПЕР-БЕР, ПЮР-БЮР, ПЮР-БЮР, ФАР-ВАР, ФУР-ВУР, СЕР-ВЕР, СЕР-ВЕР, Фирвир Фурвур Фардар Турдур Тердер Тердер Тирдир Турдур Сарзар Сурзур Сързур Сързар Сирзир Сързур Къргер Кургур Къъргър Къргър Къргър Къргир Къъргър Ларар Луррур И смотрите, последнее сочетание, главное, чтобы у вас было R конечное, можете любые сочетания с любыми гласными и с сочетанием позиций согласных. Например, сами сочиняйте, с пробкой всё делайте и с карандашом. Если будете выполнять эти упражнения, у вас красивая R уже будет через неделю, а может быть даже и раньше. И смотрите теперь скороговорки. Я вам прочитаю их один раз в обычной тонации по слогам. Вы отрабатываете каждую скороговорку медленно после всех упражнений и с пробкой, с карандашом. Давайте начнём. Рира бьен, ки рира ле дерние. По слогам. Ри-ра-биен, ки ри-ра ле дерние. Ещё раз медленно. Рира бьен, ки рира ле дерние. Скороговорка 2. Ла ру ду шарио сест коинсет дон ла ги-ла. Ла ру ду шарио за loved tiempo сестоению коинсет дон ла ги-ла. И ла му зо ду ла днe сестоением коинсет дон ла ги-ла. А теперь медленно. Медленно. Мур. 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 Ensuite. Медленно. Следующая. По слогам. Медленно. И паслогам. Toujours, tous les soirs, ma grand-mère sort à la même heure pour faire une promenade au bord de la rivière. По слогам. Toujours, tous les soirs, ma grand-mère sort à la même heure pour faire une promenade au bord de la rivière. Медленно. Toujours, tous les soirs, ma grand-mère sort à la même heure pour faire une promenade au bord de la rivière. Скороговорки нужно отработать, хорошо прочесть и прекрасно произносить. Не расстраивайтесь совсем, если вдруг какие-то отдельные звуки не будут получаться, потому что наша цель сейчас – это «er». Конечно, желательно, чтобы все получалось, но такого не бывает. Сразу это нормально, что не все получается. Сейчас я прочту в нормальном ритме, просто слушайте, и если у вас будет такое желание, будете переслушивать, чтобы у вас привыкало к тому, как с этими скороговорками нужно будет работать. «Rira, bien, qui rira, le dernier. La rue du chariot, c'est coincé dans l'argile. Le musée de l'âne, c'est coincé dans l'argile. Le murmurant parir en Paris murmurant. La voiture rouge roule sur la route d'Agirre. La rue sur la rue roule. La rue sous la rue reste. «Тoujours, tous les soirs, ma grand-mère sort à la même heure pour faire une promenade au bord de la rivière. C'est tout. Au revoir. »